МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости моей Удмуртии. Главные события нашей республики в студии. Марина Баль сегодня в выпуске. Страсти вокруг Эжмаша не утихают. Кто сегодня руководит старейшим оружейным предприятием, однозначного ответа наши корреспонденты не нашли. Луна, птицы, рябины, царь-пушка. Что появится на Ижевской кольцевой развязке, жюри так и не смогло определиться и попросило помощи горожан. Ижевчан научат финской ходьбе. Специалисты говорят, этот вид физической нагрузки невероятно полезен. Можно заниматься даже тем, у кого проблемы с сердцем. Еще и здесь задействованы 97% мышц. На мастер-классе по финской ходьбе побывала Янастасия Речко. Ижмаш вновь в Центре федеральных информагентств, которые активно обсуждают заявления российского вице-премьера, курирующего вопроса ВПК Дмитрия Рогозина, о назначении на НПО Ижмаш нового человека Константина Бусыгина. С этим именем Рогозин напрямую связывает создание концерна «Калашников», который объединит два оружейных ижевских предприятия. Вот она, короткая фраза в Твиттере. На Ижмаш приходит новый человек, Константин Бусыгин, человек из столицы, в недавнем прошлом глава управы Московского района Солнцево. Постановлением мэра Москвы с этой должности он освобожден 10 декабря. А уже на следующий день, как пишет российская газета, вице-премьер страны Дмитрий Рогозин в своем микроблоге сообщил, что Константин Бусыгин назначен на Ижмаш как опытный и сильный руководитель. Никаких документов на данный момент, которые подтверждают назначение господина Бусыгина, у меня нет. То есть, соответственно, какие-то корпоративные процедуры проводятся, когда официальные документы будут, будут официальные комментарии и пресс-релизы. Пока никаких комментариев на этот счет нет. А где сейчас находится Косов Александр Александрович? На рабочем месте. Александр Косов возглавляет Ижмаш с весны этого года. И если верить официальной биографии, за прошедшие пять лет у этого руководителя было еще пять мест работы. Но он категорически не согласен с тем, что его команду называют временной, и считает, что за время работы на Ижмаше ему многое удалось изменить в лучшую сторону. Сносительно временищичества, ну, понимаете, наверное, в большей степени все-таки временщические какие-то замашки или поведенческие какие-то модели, они были у людей, которые допустили создание задолженностей 16-миллиардных. Поэтому вот временщичеством-то там попахивает больше, чем сегодня, когда мы пытаемся все-таки выстроить и, мало того, сделать те шаги, которые сегодня дают совершенно четкие результаты. Между тем, сами сотрудники предприятия с этими утверждениями не согласны. В плане организации даже как-то работы начались какие-то непонятные смены подчиненности, допустим. Нынешнее руководство, которое у нас сейчас было, да, Косово, они говорили, что, значит, вы не выполняете план, поэтому вам платят мало. Но, тем не менее, мы вам платим и никогда зарплату не задерживаем, но сложно объяснить это человеку, который получил в месяц 5 тысяч рублей, которому нужно кормить семью все-таки. Для Ростехнологии, в которую и входит Ижмаш, вопрос руководителя Межевского предприятия открытый. Конкурс на замещение этой должности, назначенный на 17 декабря, отменен. Заявки от претендентов будут приниматься до 19 декабря. Эта информация с официального сайта Госкорпорации. Наталья Роева, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». 200 одноруких бандитов уничтожили сегодня в республике. В присутствии приставов, полицейских, представителей Роспотребнадзора и Росимущества игровые автоматы отправили под промышленный пресс, после они будут переплавлены в Ушталевских печах. Это уже не первая партия. В августе также было утилизировано 80 единиц игрового оборудования, изъятого в подпольных клубах и казино. И не последнее. Приставы обещают вскоре отправить под пресс новые партии конфискатов. Сегодня ЗАГС и Удмуртия отмечают 95 лет со дня образования службы. Торжественную встречу сотрудники провели и в самом торжественном месте, дворце бракосочетания, в Доме дружбы. Поздравить регистраторов, ведущих учет самых главных цифр государства, свадеб и разводов, рождений и смерти, пришел и президент Удмуртии. Работники ЗАГС сообщили самую свежую демографическую статистику, по которой Удмуртия занимает первое место в Приволжье по рождаемости. В этом году уже родились 21,5 тысячи малышей. Это на полторы тысячи больше, чем в прошлом. Значительно снизилась смертность. Это все соответствует тезису из послания главы государства, которое Владимир Путин сделал накануне. Его Александр Волков слушал вчера в Кремле и сегодня поделился своим мнением. Что я сделал еще с удовольствием, когда первая половина послания была направлена на вопросы социальной, житейности, повышения зарплаты. Мы выполняем все задачи. Президент говорил о том, что наша нация должна прирастать. Вчера еще раз было подчеркнуто, что у нас должно быть больше. И надо такие условия создавать в стране, чтобы третий ребенок был норм. К слову, рождение третьего ребенка в Удмуртии поддерживается материальными стимулами. И с января 2013-го они станут еще весомее. За рождение третьего семья будет получать не 200, а 300 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Кроме того, в республике самая высокая обеспечивается детей местами в садике и больше нет аварийных школ. Да и программа «Жилье молодым семьям», продленная главой республики в силу своей небывалой популярности, также оказалась созвучной с посланием, в котором Путин поручил регионам эффективнее решать жилищную проблему. Луна, птицы, рябины, царь Пушка и еще десяток вариантов скульптуры на кольце Пушкинская Карла Липкнихта представили живчане на суд городской комиссии. Пока и понравились три работы, но сегодня конкурс продолжается. И что именно появится на кольцевой развязке, так и остается загадкой. С подробностями Анна Ковырзина. Судьба кольцевой развязки улиц Пушкинская Карла Липкнихта равнодушным не оставила не только самих живчан. В конкурсе приняли участие даже иностранные скульпторы и столичные мастера. Андрей Шипунов – архитектор из Москвы. Два месяца, пока длился конкурс, его команда изучала культуру и быт удмуртов, знакомилась с мифологией. В итоге – две птицы, как символ движения и стремления к своей цели. В мегаполисе, говорит он, такой проект не нашел бы своего воплощения. Так как Москва – исторический город, и внедрение в ткань городскую достаточно кропотливая, сложная вещь, то в регионах, в общем, для фантазии простора чуть больше. Вот такие 15-метровые деревья из бронзы вполне могли украшать кольцевую. Эту работу Андрея Галимзянова «Пушкинский сквер» жюри отметила особенным. По идее автора металлическая конструкция должна получиться прозрачной и ажурной, а значит и не будет ограничивать видимость участникам движения. Деревья, они, как и люди, тянутся кверху, к свету, и также люди стремятся достичь в жизни какого-то имиджа, каких-то своих условий, ну, чего-либо добиться в жизни. Ижевс – город Луны. Таким видит столицу еще один автор проекта. По его задумке кольцо должна украсить восьмиконечная звезда, которая расположится под сводом рельефного глобуса, а на нем сферический экран, где можно транслировать фильмы про космос. Всего на конкурс прислали заявки десяток архитекторов. Выбрать лучшую работу в жюри так и не смогло. Практически единогласно членами жюри было выдвинуто предложение о продлении конкурса. Теперь определять победителя будут сами ижевчане. Все посетители выставочного центра смогут проголосовать за понравившийся проект. Анна Ковырзина, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Наши в Париже сегодня во Франции открылся четвертый сезон финно-горских дней. На научной конференции наша делегация выступит с докладом на удмуртском языке о том, как этносу удается сохранить себя в эпоху глобализации. В подарок французам наши приготовили уникальное издание по истории удмуртов – «Четыре альманаха» серии «Аутентичная география». С ним познакомилась и Елена Реверчук. От работ выпускников Московской школы фотографий захватывает дух. Никакого фотошопа, все настоящее. Фотографии собраны по разделам, устроены панорамами, иногда просто живут своей жизнью. Мы делали вот такие трансформеры. Трансформеры, которые демонстрируют красоту нашей природы в таком вот виде. Автор проекта Александр Юминов рассказывает, редкий материал собирали по архивам и глухим удмуртским деревням. Как празднуют свадьбу и тоят скотину, хоронят и вызывают дождь. «Альманах» больше похож на документальное кино, когда каждая мелочь – часть большой истории. Удмурты интересны миру. Может быть, потому что они преимущественно аграрные. И вот эта традиционность у них сохранилась лучше, чем может быть. Но это и Марийцам присущие, это и Коми. Просто их нужно заинтересоваться и попристальнее посмотреть на них. И вот у них вот это то, что уже Европой давно утрачено. Четыре альбома, четыре племенных устройства. Закамские, Завятские, Удмурты, Кельмесь и Ватка. Каждый род со своим племенным устройством, древним укладом и даже своим ноу-хау. В начале прошлого века, в 20-х годах, в Удмуртии был снят фильм «Игровой немой», который назывался «Соперницы». В начале 20-х это хай-тек. Вот прямо вот чистой воды хай-тек. И не всякая республика, даже крупная, могла бы похвастаться художественным фильмом. Еще одна древность того же времени – реставрированная и изданная на диске запись Кузибая Герда. Аутентичный фольклор в дополнение к портретам целого этноса. А создатели альманаха уже готовят новый проект в деревне Бабьяуча. Елена Реверчук, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». «Олимпийц» – так будет называться новый крытый каток, который строители должны успеть сдать еще в этом году. На этом названии из 23 представленных Минспортом предложил остановиться глава республики. Что ж, имя для второго льда в Ижевске вполне подходящее. Каток станет площадкой для тренировок юных фигуристов и хоккеистов. Доступен он будет и для массовых катаний. Необходимое оборудование уже поступило. Идет его монтаж. Строители трудятся в три смены, так что обещают сдать срок. Для тех, кто уверенно стоит только на ногах, каток, конечно, не подходит. Зато есть другой вид спорта. Придумали его финной и назвали просто финской ходьбой. И теперь завлекают в нее весь мир. Сегодня необычные ходоки дошли и до Удмуртии и дали мастер-класс. Анастасия Редько объяснит, как это – ходить по-фински. Постепенно, постепенно. То есть нет вам надобности, если вы долгие годы не двигались, первый день наверстать все упущено. В адекватных дозах финская ходьба будет без побочных эффектов. Уроки живчанам дают гуру финской ходьбы из Санкт-Петербурга. Сам Виктор Полагнюк намотал уже тысячи километров. На финский фитнес у себя в Питере подсадил сотни человек. Уверен, ходьба с палками приживется и в Ижевске. Вы получаете дополнительные две точки опоры и фактически становитесь неким четвероногим таким существом, которое легко задействует верхний плечевой пояс, который в обычной ходьбе у нас, он как балласт и никак не участвует. Ижевчане прониклись, и мастер-класс настояли завершить практикой. И даже мороз в минус 20 не стал преградой. Правило очень простое. Палки всегда сзади. Если вот так вы видите, что человек идет, как слепой, да, это абсолютно неверно. Если по правилам, то польза от финской ходьбы будет немеренно, снижает сахар. В крови в норму приводит давление и фигуру. Это уже Полагнюк, как врач заявляет. И возраст тут вообще не помеха. В свои 74 Светлана Кошкина уверена, спорт только начинается. Вы купили палки? Купила. Я очень хотела ходить. Я раньше ходила по 5 километров, и было все хорошо. Потом я стала лениться. А вот сейчас решила, что надо. Уже возраст тот, который должен немножко меня усмотреть. Ижевск вполне может стать центром развития финской ходьбы. Гости из Питера позавидовали городскому ландшафту. Маршруты здесь можно проложить и для новичков, и для продвинутых. В свой следующий визит даже готовы помочь с подготовкой трасс. Впечатление самое великолепное, поскольку заряд бодрости, здоровье получаешь, воздух свежий и ощущение полета. Анастасия Ричкон, Рейбусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». В Удмуртии сегодня, кстати, выбирают лучшего в России учителя здоровья. Специалист настолько редкий, что участвовать в конкурсе рискнули лишь 17 человек из разных регионов страны. Кто из них лучше заботится о здоровье учеников, выяснится завтра. Сегодня вопросом здоровьезберегающего образования был посвященный Всероссийский форум. В его работе приняли участие педагоги, ученые в области здоровьезбережения, общественники. Александр Волков, приветствуя собравшихся, отметил, что в Удмуртии для подрастающего поколения делается много. Школьные спортзалы, районные стадионы, бассейны, катки, лыжные базы. Все это помогает отвлечь молодежь от вредных привычек и нацелить на здоровый образ жизни. Не только удовольствие от общения, но и существенная экономия. В канун новогодних праздников компания «Мегафон» сделала своим абонентам выгодное предложение, максимум услуг, местные и международные звонки и СМС в пакете новогодний. Сын в Тюмени, дочь в Москве, да еще и казанские родственники. И всех нужно поздравить с Новым годом и Рождеством. Пенсионерка Равеля Галимова подсчитала, с пакетом новогодний от «Мегафона» звонки обойдутся почти в четыре раза дешевле. Новогоднее предложение от мобильного оператора накануне праздников пользуется особенным спросом. Для клиентов два варианта на выбор. Первый пакет включает 150 сообщений, 150 минут разговоров внутри сети и 30 междугородних. Второй пакет побольше, соответственно, для более общительных наших абонентов он включает в себя 300 внутрисетевых минут, 300 СМС-сообщений, 60 междугородних минут и 1 гигабайт трафика. Поэтому вы сможете поздравить своих близких не только голосами СМС, но еще и онлайн. Абонентов, которые воспользовались выгодным предложением от «Мегафона», становится все больше. Они уже оценили его преимущества. Пакет действует месяц с момента подключения и избавляет от необходимости платить за каждую услугу отдельно. А недавно у жителей республики появилась возможность выиграть пакет новогодний, ответив на несложные вопросы в прямом эфире радио «Моя Удмуртия», «ДФМ» и «Русское радио». Акция продлится до 21 декабря. Елена Реверчук, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания.